Всем привет! Меня зовут Инесса. Я увлекаюсь вышивкой. Это мое основное рукодельное занятие, но иногда я делаю букет из конфет. Когда мне нужно сделать кому-то подарок, то я делаю букет из конфет своими руками. И мои зрители просили меня снять видео, как я это делаю. Ну вот как раз мне нужно оформить корзину, и будет видео в трех частях. Первая часть вот я буду объяснять какие материалы нам нужны для изготовления букета. То есть мы с вами начнем с азов, прям вот с самого-самого начала. Если вы никогда этим не занимались, я думаю, вам такое видео будет полезно. И цветы мы будем сегодня делать самые простые. Чтобы до первого раза вам не было сложно, мы будем делать максимально простые цветы. Но они все-таки будут похожи на настоящие. Что нам понадобится? В этом видео я вам расскажу подробно, какие нужны материалы. Во втором видео мы будем делать с вами пион. Отдельно будем делать цветочек. А в третьем видео мы будем из этих цветов оформлять корзину. Первое, что нам нужно, это конфеты. Какие нужны конфеты? Конфеты желательно использовать круглые, либо вот такие вот похожие на трюфели. У меня вот в данном случае мишки в лесу. Очень вкусные конфеты. Я их сама люблю и часто использую их в букеты. Вот так. Но у них очень темная серединка. И не всегда эти конфеты смотрятся красиво с темной серединкой. Если мы делаем какой-то красный цветок, сиреневый, вишневый, то там еще логично будет использовать вот такие конфеты. Но мы с вами сейчас будем делать белые и розовые пионы. Поэтому вот такие конфеты мне не подойдут. Я буду их использовать в корзине вот так фантиками вверх, там где видно золото. Но это будет в последнем, в третьем видео. У меня есть своя задумка, как я буду делать. Конечно, оформлять можно по-разному, но у меня вот есть такой небольшой сценарий того, что я буду делать. Поэтому сейчас буду использовать то, что я приготовила. Вот такие конфеты есть. Называется «Маленькое чудо». Они идеально подойдут для моего сегодняшнего букета, для бело-розового, поскольку здесь белая серединка. Если бы была желтая и золотая, вообще было бы идеально. У пиона серединки тычинки желтые могут быть, поэтому было бы идеально. Самый лучший вариант – это «Рафаэлло». А у меня сейчас нет «Рафаэлло». Вообще это самый идеальный вариант. Многие мастера рекомендуют, когда вы используете для букетов конфеты «Рафаэлло», прокалывать их упаковку. Я не рекомендую вам этого делать. Они прекрасно оформляются в букеты с неповрежденной оболочкой, упаковкой, герметичной. А дело в том, что герметично упакованные конфеты хранятся до 9 месяцев. И это очень удобно сделать букет заранее. Вот из таких конфет, особенно в жару, вы заранее букет не сделаете, потому что он растает, либо конфеты там побелеют, если они шоколадные, нужно хранить в прохладном месте. Если жарко, они, естественно, шоколад растает. И если вы положите в холодильник, то он будет белый. Ну, в общем, нужно делать буквально за несколько дней до мероприятия. А вот конфеты «Рафаэлло» можно использовать заранее. И если вы прокалите упаковку, нарушите герметичность, то конфеты не будут храниться 9 месяцев. Срок годности у них будет так же, как и у обычных конфет. Поэтому, если я оформляю «Рафаэлло», я никогда не прокалываю фантик, упаковку. Так, дальше что нужно? Нам нужны шпажки. Шпажки – это вот такие палочки для шашлыка. Девочки, максимально подробно объясняю, потому что мое видео предназначено для начинающих, для тех, кто никогда это не делал. Вот такие шпажки. Эти шпажки для шашлыка. Они бывают длинные, бывают короткие. Если вы будете просто собирать букет, не оформлять в корзину, то лучше использовать длинные шпажки. У меня будет корзина, они будут вот так вкалываться, втыкаться. Иногда даже бывает приходится отрезать, поэтому мне сегодня длинные шпажки не нужны. У меня сейчас шпажки 20 сантиметров. Вот видите, 20 сантиметров. Вот, этого вполне достаточно для той корзины, которую я запланировала оформить. Но есть шпажки подлиннее. Сейчас точно не скажу, 25 или 30 они сантиметров, но, в общем, чуть подлиннее. Вот эти вот короткие шпажки. Так, далее нам нужна гофрированная бумага. Самый часто задаваемый вопрос, какую именно гофрированную бумагу нужно использовать в букеты. Бумага не подходит китайская. Возможно, есть китайская гофробумага хорошего качества, но вот у нас в городе, сколько я брала китайскую бумагу, она абсолютно не подходит для изготовления цветов. Вот, допустим, на вид она вроде бы такая же. Но она очень плохо тянется. Из нее не получаются лепестки, похожие на натуральные. Так что, думайте сами. Можно, конечно, ее использовать, но эффект будет совсем другой. Мало того, в работе она неприятная. Вот эта бумага более приятная. Эта бумага итальянская. Опять же, какая именно фирма? У меня сейчас здесь этикеток нет, но это, собственно, не так важно. Вы все равно найдете ту, которая есть в вашем городе. Если будете заказывать через интернет, выбирайте Италию, не промахнетесь. Да, она, конечно же, стоит подороже. В наших магазинах, в канцтоварах она стоит 150-130 рублей рулон. Такая же бумага есть в Леонардо, но там она стоит подороже. Но она тоже подойдет. Какие нам расцветки нужны? Расцветки нужны такие, какой букет вы запланировали. В данном случае мне нужен белый и розовый цвет. Очень хорошо использовать еще айвори. Вот в сочетании вот так вот, если три цвета, то очень красиво. Также в одном цветке можно сочетать несколько цветов. Например, серединка у нас будет айвори, крайние лепестки белые. То есть, когда они раскрываются, такой эффект натурального цветка. Вот. Можно использовать розовый двух тонов. То есть, розовый чуть поярче для серединки и побледнее на краешек цветка. Тоже очень красиво будет смотреться. Но, в общем, по цвету здесь я не могу вам дать точное какое-то определение. Потому что на вкус, на цвет, как говорится, все фломастеры разные. Ну, то есть, на вкус, на цвет товарищей нет. А вы выбираете расцветки по своему вкусу. Вот как вам кажется, что в букете эти цвета будут сочетаться, такие можете использовать. Еще обязательно нам нужна зеленая гофрированная бумага. Ну, куда же без зелени. Здесь тоже на ваш вкус. Допустим, для тюльпанов подходит яркая. А для пиона я вот сегодня вот такую вот возьму потемнее бумагу. Можно использовать два цвета бумаги. То есть, вот это основной набор, который нам нужен. Но, можете сразу не покупать все эти расцветки. Вы можете купить, например, рулон розовый и рулон зеленый. Для начала, чтобы попробовать, вам достаточно всего два цвета. Но для серединки еще бы, конечно, хорошо использовать вот такой ярко-желтый. Но, опять же, это не обязательно. То есть, чтобы попробовать, на первый раз достаточно купить два рулона бумаги. И еще очень важная вещь, которая нам нужна для создания букета, это термопистолет. Вот такой у меня термопистолет. Самый дешевый, маленький. Как видите, он уже столько раз использовался, что он выглядит непрезентабельно. У меня есть новый пистолет. Но пока работает этот, я буду работать им. Поскольку я им привыкла работать. То есть, термопистолет желательно иметь, который регулируется. То есть, есть термопистолет, у которого нет регуляции напряжения. А есть термопистолет с регулировкой. Если мы будем использовать пистолет на максимуме, то, во-первых, мы пожжем руки. Во-вторых, конфеты могут расплавиться. Поэтому желательно убавлять. Но вот такой пистолет, который у меня, здесь ничего не убавляется. И поэтому муж мне сам сделал вот такой вот регулятор напряжения, где я могу крутить и регулировать напряжение, которое мне нужно. Поэтому, собственно, мне не обязательно покупать дорогой пистолет. Мне муж вот так сделал сам. Но, опять же, на первое время можете пробовать тем, что есть. Вот, какой есть, такой и используйте. А потом, просто я делала очень много этих букетов. Одно время я их делала на заказ. И поэтому мне нужно было постоянно использовать пистолет. И руки у меня были уже все пожженные. Мне надо было делать быстро. И для меня это было важно. Может быть, вы приспособитесь и к любому пистолету. Вот, к такому, без терморегулировки. Еще что нам нужно? Обязательно нужны нам запасные стержни. Вот такие силиконовые. Это клей силиконовый для пистолета. Для создания букета или корзины уходит достаточно много вот таких стержней. Но, опять же, смотря как вы будете использовать, экономно или неэкономно, смотря сколько лепестков у вас будет. Здесь тоже все индивидуально. Но у меня уходит на создание букета не менее трех вот таких стержней. Многие собирают сами цветочки на нитку. То есть, все затягивают ниткой, не используют клей вот этот силиконовый. Но я так не делаю, потому что этот букет, пока заказчики донесут до дома, или пока вы его донесете, может быть, он в машине перевернется, может, не дай бог, уроните, и все цветы рассыпятся. Ну, я делаю все на совесть. То есть, мой букет можно использовать несколько раз даже. То есть, если из них есть конфеты, то можно корзину, как декор, поставить на стол, потом туда добавлять конфеты. Ну, в общем, вы в дальнейшем увидите эту корзину. Вот, ее можно потом использовать. Не нужно ее выбрасывать. Вот, поэтому я стараюсь все делать крепко на совесть. Если вы делаете для себя, возможно, это не так важно, но когда вы делаете на заказ для заказчика, здесь уже все должно быть максимально аккуратно и крепко. Все должно держаться. Самый часто задаваемый вопрос, можно ли использовать вот этот клей для пищевых продуктов, потому что конфеты – это пищевой продукт. Кстати, это один из нюансов, где продавать эти букеты. Их запрещено продавать в магазинах, где нет лицензии на пищевые продукты. Поэтому, если вы делаете такие букеты на продажу, то здесь могут возникнуть сложности с реализацией. Вот, куда их определить и где продавать. Вот, только в продуктовые магазины можно. И очень важно, какой клей можно использовать для конфет. Вот этот клей, он абсолютно не токсичный. Как раз этот клей разрешен для изготовления пищевых букетов. Многие боятся его использовать именно из-за того, что думают, он токсичный. Он абсолютно не токсичный, абсолютно безвредный. Ну, в общем, можете найти всю информацию в интернете. В общем, для создания самого цветочка, это вот самое необходимое, что нам нужно. Но, чтобы потом эти цветы оформить в букет, тогда уже нужна либо бумага красивая, оберточная, либо корзины. Ну, это тоже на ваше усмотрение. На первом занятии мы будем делать только цветок. А это вводное занятие, что нужно купить и что нужно подготовить для приготовления первого цветка. Мне хотелось специально уделить внимание, вот подробное, именно какой нужен клей, какие шпажки и какая бумага, чтобы не отвлекаться на эти нюансы, когда в процессе создания корзины и в процессе изготовления цветка. Потому что эти вопросы под видео потом будут задавать. А у меня уже есть видео, где я на эти вопросы отвечала. Вот. Так что вот я думаю, что я достаточно подробно объяснила. Если какие-то еще есть вопросы, вы можете под видео их оставлять. Я обязательно на них отвечу в трансляции или в следующих видео, когда мы будем с вами говорить на эту тему. Но, во всяком случае, мне вот для создания букета больше ничего не нужно было. Когда оформляю корзину, там уже нужны другие материалы. Ну, как раз в последнем видео, в третьем видео я вам об этом расскажу. Что еще можно использовать? А вот можно использовать зубочистки. Но это для декора корзины. Это не нужно для изготовления самого цветка. Ну что, приступим к изготовлению цветка. В этом видео я с вами не прощаюсь. Говорю вам до свидания. Увидимся в следующем видео, где мы с вами уже будем делать пион. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Всем пока-пока! Пока!